Еще больше интересного, любопытного, важного. И еще больше вашего доверия. Вашего доверия. Добрый вечер. Вы смотрите программу «Диалог» в студии Анны Марченко. Эффективное управление многоквартирным домом. Возможно ли оно на практике? Как грамотно выстроить отношения с управляющей компанией? И можно ли жильцам дома стать полноправными владельцами своей собственности? Об этом и о многом другом мы поговорим сегодня. А я хочу озвучить вопрос нашего традиционного интерактивного голосования. Сегодня он звучит так. Какая форма управления домом эффективнее? Товарищество собственников жилья, управляющие компании или жилищные кооперативы, либо самостоятельное управление? Звоните, голосуйте. Телефон нашей студии 22 12 12. А я приветствую наших гостей. Депутат Думы города, член правления ТСЖ Сайма Виталий Горобец, председатель общественного совета при главе города по проблемам ЖКХ Нина Пацинская и Марина Кубицкая, член Совета многоквартирного дома номер 13 по проспекту Комсомольский. Добрый вечер. Нина Андреевна, насколько остро сегодня стоят проблемы управления многоквартирными домами в нашем городе? И, как правило, какие-то проблемы? Ну, проблемы, они острые в том плане, что до сих пор не находится диалога между собственниками жилых помещений и управляющими компаниями. Проблема в том, что это идут сезонные вопросы по уборке придомовой территории, особенно в момент гололедицы. Это уборка от снега придомовой, опять-таки, территории. И, естественно, то, что управляющие компании не оказывают качественное предоставление коммунальных услуг. Ремонты, наверное, тоже какие-то. Ремонты в подъездах. Те советы многоквартирных домов, где созданы, они добиваются, и ремонты в подъездах проходят. Приходят они бесплатно за счет того, что люди обращаются в ГЖИ. Ремонты проходят. Но это надо людям создавать советы многоквартирных домов, быть инициаторами создания советов многоквартирных домов. Но если говорить, наверное, если собственники хотят управлять своим домом, то, наверное, им необходимо создать ТСЖ. Как вариант такой. Как вариант, более эффективный. Вот тогда они сами там будут именно собираться правлением, устанавливать тарифы. Как они будут эти деньги расходовать, на что пойдут в первую очередь. Или это будет ремонт стыков, или это будет ремонт подъездов, или это кровли ремонт будет. Но они будут решать самостоятельно. Просто хотя бы, чтобы расходы даже были прозрачными по дому. Поэтому в этом плане, конечно, удобнее. Ну и жизнь течет. Жилищный кодекс у нас тоже меняется. Поэтому в скором времени нас еще ожидает. Но это мы, наверное, отдельно будем говорить на эту тему. А проблем, конечно, много в этом плане. Они у нас никуда не уходят. Но единственное хочется отметить то, что там, где советы многоквартирных домов активные, есть люди инициативные очень, то в тех домах, конечно, в какой-то степени эти проблемы решаются. Виталий Григорьевич, насколько я знаю, у вас свое товарищество собственников жилья, сайма, и уже несколько лет оно существует. Вот сколько лет товарищество действует, и были ли сложности с его созданием? Ну, не свое, а наше товарищество. Кто подумает, что я тут владелец ТСЖ, сайма. Я вхожу в управление, у нас есть свой председатель. И действительно, на стадии создания ТСЖ... Для чего вообще мы ТСЖ создавали? Единственное, мы, как жители данного дома, мы искали диалог с управляющей компанией. Которого не было. Которого, да. И управляющая компания не шла на диалог, не предоставляла нам техническую документацию, не шла на наши предписания, а на наши требования сделать то-то это. Естественно, другого варианта, как уйти от управляющей компании, у нас не было. Эта тяжба у нас длилась около двух лет. В результате все-таки собственники одержали победу, можно сказать так. И у нас образовалось... То есть вы обращались прямо в суд, были исковые заявления? Да, нет, мы не обращались, обращались на нас, что мы незаконно создали ТСЖ. Ну, два года судебный тяжба были. В результате суд окончательно признал, что было все законно сделано. И ТСЖ до сих пор управляет домом, то есть непосредственно. Но я не сказал, что это именно выход. Я просто говорю, когда нет диалога с управляющей компанией. Тогда это действительно решение. Когда управляющая компания не открыта именно в качестве этого дома. Не рассказывает баланс, сколько они собрали с дома, куда они деньги потратили, для чего это потратили. То есть должно быть... Это и было основной вашей претензии. Да, основной, да. Марина Вальте, ну, прежде чем мы перейдем к истории вашего дома, который уже давно у всех на слуху, я хочу, чтобы и наши гости, и наши телезрители немножечко вспомнили о вашей проблеме и посмотрели наш материал, который мы подготовили. Домом на Комсомольском 13 будут управлять члены товарищества собственников жилья. За высказались более 50% жителей, что является по закону достаточным. Наиболее активную идею создать ТСЖ продвигали представители Совета дома, созданного еще два года назад, для взаимодействия с местной управляющей компанией «Тексиб». В данном случае товарищество собственников жилья, на наш взгляд, будет более эффективной формой управления дома, когда это будет уже отдельное юридическое лицо, и сами собственники будут решать, на что расходовать денежные средства, собранные по статье «Содержание дома». Работа «Тексиба» не устраивает большинство жильцов дома. Это и послужило отправной точкой решения о создании ТСЖ. За прошлый месяц заводу 8,5 кубометров личных, которых использованных, и 4,7 на общедомовые нужды. Куда же это годится, такие бассейны здесь устраивать? Целых 4 месяца они не могли даже поменять лампочки. Вот. В принципе, этим все сказано. Самое главное, что у нас та сторона дома не чистится вообще абсолютно. Хотя же КХ оплачивается, но не чистится. И тут же начались проблемы. До этого коммунальщики говорили, что расценки за содержание, установленные общим собранием жильцов, занижены. И за эти деньги просто невозможно проводить работы по дому. Когда же люди решили создать ТСЖ, представители управляющей компании решили повлиять на ситуацию. Негативно отзываются о инициаторах создания ТСЖ, то есть о совете многоквартирного дома. И звонят по телефону, и развешивают листовки, компрометирующие нас, дезинформируют людей. Кроме того, даже в этом доме, где живут сравнительно активные граждане, инициативность все-таки оставляет желать лучшего. Скажем, собрать две трети жильцов по некоторым вопросам очень трудно. Существуют проблемы задолженности по кварплате и резиновых квартир, а также явно завышенные общедомовые расходы. Основная проблема общедомовых расходов, опять же, стоит в учете. Проследить эффективность использования, опять же, всех ресурсов тем же нежилыми помещениями очень сложно. Управляющая компания на сегодня от комментариев отказалась. Учредительные документы ТСЖ будут готовы к 23 ноября. Вполне возможно, что не все жители готовы к новой форме правления, считают в Совете Дума. Убеждать в том, что ТСЖ выгоднее управляющей компанией, на Комсомольском 13 собираются делами. Марина Валентин, ну посмотрели, достаточно такая интересная история. На каком этапе сейчас находится Ваша так называемая борьба за свои права? У нас сейчас продолжается собрание собственников дома в форме заочного голосования. И до 23 ноября принимаются решения собственников. 23 ноября, 24-го подведем окончательные итоги. И готовы будем сказать, значит, как проголосовали людям по всем вопросам повестки дня. Но уже даже на сегодняшний день предварительные итоги показывают, что у нас набрано приблизительно 52% голосов собственников за создание ТСЖ. То есть вот этот момент находит у жителей Вашего дома понимание, все-таки недовольство. Вот оно назрело, и не один человек его высказал в данном сюжете. Да, безусловно. Дело в том, что мы к этому вопросу шли достаточно долго, два года. И мы еще год назад на общем собрании собственников дома в повестку дня включили вопрос. Устраивает ли вас работа управляющей компанией ООО «Укатэксип»? 69% голосов собственников дома высказались, что их работа не устраивает. Еще в течение года мы пытались все-таки с управляющей компанией наладить диалог, обратить их внимание на те вопросы, которые нас интересуют в первую очередь, чтобы они как-то пошли нам навстречу, в первую очередь, значит, обосновали свои тарифы, предоставили отчетность. Это, наверное, основное, что людей интересуются? Это основное, да, безусловно. Безусловно, это основное, на что расходуются денежные средства, выработать приоритеты. Но так как диалога не получилось с управляющей компанией, то вот спустя только год мы пришли к выводу, что все-таки Совет Дома уже исчерпал свои юридические возможности, и нужно приступать уже к созданию... К следующему шагу. Да, к следующему шагу. Товарищество собственников жилья, вот на наш взгляд, безусловно, вот как у коллеги, более эффективная форма именно в данном конкретном случае, когда не получилось диалога с управляющей компанией. А вот по вашему опыту, как нужно убедить все-таки жителей тех, кто сегодня является, но если не занимает какую-то позицию за и против, а просто равнодушными, потому что таких немало, ну, мне все равно, будет это управляющая компания или кто-то другой. Меня вроде как плачу и плачу, или не плачу, что еще хуже. Вот как на вашем примере, как вы убеждали жителей все-таки, что нужно проявлять инициативу сначала по созданию Совета, а теперь уже и по созданию товарищества? Дело в том, что мы еще два года назад уже создали сайт Дома, на котором постоянно вывешивали нашу переписку с управляющей компанией, с другими, с администрацией города, с разными инстанциями. Мы показывали, как работает Совет Дома, с какими проблемами он сталкивается. То есть у нас был очень хороший, мощный информационный ресурс. И многие люди, ну, в основном, конечно, это молодые люди, которые пользуются интернетом, они смотрели и видели, как проходят дела, и делали сами собственные выводы, что да, вот эта вот проблема не решается на стадии управляющей компании, вот эта не решается, вот эта не решается. Да, вот здесь что-то решили, добились, но путем очень больших усилий. И вот, наверное, благодаря этому информационному ресурсу все-таки нам удается людей убедить. И более того, мы всегда на общих собраниях собственников дома, мы сейчас вот третий раз проводим уже собрание, на первом собрании, которое проходит в очной форме, всегда рассказываем, убеждаем, объясняем. Слышат люди? Люди слышат. Но проблема в том, что на эти собрания в очной форме приходит очень мало людей. Люди либо заняты, либо равнодушны, да, вот это вот большая проблема. Очень многие жители дома, они просто чисто физически не живут в нашем доме, они не сталкиваются с нашими проблемами, сдают квартиры, сдают нежилые помещения. Но я так думаю, что эта проблема, наверное, она характерна для очень многих домов, не только в Сургуте, но и вообще в целом по Российской Федерации. Виталий Григорьевич, а вам приходилось вот с равнодушием именно своих соседей по дому сталкиваться, когда в ТСЖ ваша вышла, вот что называется, уже в народ, за решением каких-то проблем или хотя бы на этапе создания? Ну, когда мы создавали это в СЖ, и там были только первые жители, да, ну я имею в виду собственники жилья, естественно, на волне недоделок от застройщика у нас это... Активность была еще? Да, сейчас у нас уже там вторая или третья волна, когда люди уже просто продают квартиры, новые собственники. И многие собственники, как говорится, пришли на готовые. То есть у нас уже сделана там парковка, уже ограждение, шла в баумы, там видеонаблюдение, там все сделано. Естественно, они не сталкиваются с такими проблемами, как мы столкнулись, первые собственники. Как норму воспринимают. Да, естественно, их неопассивность очень заметна. То есть зачем нам делать, если у нас это есть? То есть, я думаю, каждый собственник, да, частного дома, а тут получают это, собственно, они даже заинтересованы свои условия более делать комфортными и безопасными для проживания. Естественно, сталкиваемся с этой проблемой именно неактивности жителей. Равнодушие. И, как уже коллега сказала, там действительно некоторые квартиры сдаются. И тот собственник, да, это проблема. Это проблема многих домов, многих городов. Нина Андреевна, а если идут вот в совет общественный, то с какими, как правило, вопросами, вот если касаемо форм управления многоквартирными домами, что людей сегодня интересует? И за вопросами по созданию товариществ, собственников жилья приходят? И много ли приходят таких? Ну, вы знаете, в основном люди приходят в общественный совет, и это у нас большая проблема в городе, когда вода бассейнами в доме уходит. Вот тут, когда собственники получают счет извещения, и у всех округляются глаза. Вроде как по внутриквартирному узлу учета у него всего два куба, а ему добавляют еще десять. Вот тут возникает конкретное... То есть, это ли платить за соседа, который не платит? Да, вот точно так же те резиновые квартиры, которые сдаются. Хотя по законодательству сейчас управляющие компании обязаны выявлять такие квартиры и принимать меры, чтобы люди как-то точно так же оплачивали. Ну и у нас определяется еще по закону, там будут уже применяться коэффициенты к ним определенные, но тем не менее. И когда люди вот приходят, начинаем вначале говорить о том, что нужно создать инициативную группу, совет многоквартирного дома. В дальнейшем это вот тоже будет ССЖ, если у вас не получается, не находите диалога с управляющей компанией. Значит, давайте так. Ну и в большей степени, конечно, они приходят тогда, когда начинают писать в управляющей компании, и управляющая компания не выполняет постановление правительства 731-е о том, о раскрытии информации. Вот тут, конечно, уже... Управляющая компания обязана по вот этому постановлению предоставлять жителям. Подробно отчет по дому, сколько квадратура в доме, какая сумма оплачена собственниками жилых помещений, и на какие нужды потрачена. То есть по статей на все должны были расписать. Не голые цифры. Но этого не делается. А это не делается. Расшифровка должна быть. Предоставлена расшифровка тарифа, из чего складывается тариф, и по отчету по дому. Вот вы, Марина Валентиновна, как раз-таки сталкивались с этой проблемой, когда вот в этом вопросе вас не слышали абсолютно в управляющей компании. Понятно. С чего началось создание совета дома? Мы как раз и обратились, тогда еще на тот момент, два года назад, в качестве инициативной группы в управляющей компании, просили предоставить подробную расшифровку, как складываются тарифы, затраты на наш дом. То есть смущали немножечко тарифы вас? Тарифы смущали сильно. На тот момент применялись общегородские тарифы, которые рассчитаны в среднем на дома 30-летней, 40-летней давности. То есть достаточно старые дома, которые требуют большого ремонта. На тот момент наш дом составлял всего лишь 10 лет. То есть он относительно молодой и не требует такого количества ремонтов. А, соответственно, тарифы, конкретно по нашему дому, как мы считали, могут быть изменены в меньшую сторону. Но управляющая компания не предоставила подробную информацию, как складывается калькуляция, с какими подрядчиками работают, как они выбирали этих подрядчиков, можно ли дешевле обслуживать, выполнять какие-то услуги. Вот только потому, что мы не нашли диалога с управляющей компанией, пришлось делать это все самим. Это было в их интересах, я так понимаю. Само собой. В принципе, да, тут трудно ожидать, что управляющая компания сразу же предоставит всю информацию, потому что это не в их интересах. Это коммерческая организация, она заинтересована в получении прибыли, она уже изначально создана с целью получения прибыли. Естественно, любая управляющая компания, она заинтересована в том, чтобы снизить свои затраты, себестоимость и получить как можно больше прибыли. В противовес именно управляющей компании, товарищество собственников жилья, это не коммерческая организация. Мы все услуги можем делать по себестоимости, то есть мы все свои тарифы оптимально можем сложить именно так, как надо нам, собственникам, конкретно по нашему дому, учитывая именно наши проблемы инженерной структуры, именно наши проблемы, что нам нужно сделать на придомовой территории. Можем конкретно посчитать те тарифы, которые нас устроят и утвердить их официально, как положено в соответствии с жилищным кодексом, на общем собрании собственников дома. Виталий Григорьевич, уже по вашему опыту многолетней работы товарищества, на самом ли деле так сложно предоставить жителям все вот эти документы? Я так понимаю, что любой сегодня собственник квартиры в доме, в котором вы проживаете, может прийти и сказать, покажите мне, из чего складывается тариф, например, на водоснабжение, водоотведение. К примеру, или еще что-то такое? Давайте касаться водоснабжения, тепла и газ, электроэнергии, это тарифы, которые можно узнать на сайте, потому что это РСТ, регулирующий орган федеральный, там это можно узнать. Что касается содержания и текущего ремонта, да. Что вызывает наибольшее количество вопросов. И это собственники принимают решение. Сколько им надо раз мыть полы в подъезде, сколько надо часы, дворники. Все это принимается, рассчитывается. И на общем собрании принимают. Если надо каждый раз мыть, ради бога, надо за это платить. И мы это рассказываем жителям. И жителям понятно, да, вот за что, сколько они платят. Хотим, чтобы, например, у нас были энергосберегающие лампочки. Мы посчитаем, скажем, что если мы купим такие светодиодные или энергосберегающие, то мы сэкономим столько. Но надо вложить. То есть, понимаете, надо здесь рассказывать и показывать. Естественно, есть приход на дом, сколько денег мы собрали жителей. И сколько мы потратили, и куда. И любое... Но претензии не возникают у жителей? Все понимают? Нет, не все. Естественно, когда мы начали делать площадку для автомобильного транспорта, мы просто... У нас была еще такая площадка, знаете, бельевая, да? Которая вообще не использовалась. Не использовалась, не нужна, да. Мы детскую площадку перенесли на бельевую, а там большая площадь, мы сделали стоянку для машин. Заасфальтировали. И, естественно, перед тем, как это все делать, мы через голосование. Но многие говорят, у нас нет машины, нам это не надо. Я ставлю свою машину в паркинг. Другие говорят, мне надо собаку выговорить, чтобы там... Другие, значит, понимаете, здесь на большинство голосов только принимает решение. Недовольные всегда будут. Ну да, это, к сожалению, наша действительность. Мне подсказывают, что у нас есть уже первый позвонивший. Добрый вечер. Добрый вечер. Я проживаю на Каролинского 9. Меня зовут Исмаил. Проживаю на Каролинского 9. Сегодня вот прям зашел, и в подъезде объявление, что управляющая компания хочет открыть мусоропровод в наших домах. Сейчас у вас его нет? Нет. Сейчас, да. Они заварены. Они сейчас закрыты. У меня такой вопрос. Я не знаю, кто на него ответит, но как-то я слышал тоже в эфире, выступал управляющий Сипромстоем. И с его слов было понятно, что придомовая территория, водители автомобилей должны ставить только по 15 минут. Все должны пользоваться парковкой. Был вопрос такой, конечно, до него не дошел. Какая семья может себе позволить парковку? А вопрос ваш, простите, не очень понятно. А вопрос, как они собираются вывозить этот мусор, если дворы забиты автомобилями, машинами. Сюда не может не заехать. С трудом заезжает скорая помощь. Очень с большим трудом. Спасибо. Я уже не говорю про пожарные службы. Пожарные службы туда не заедут. Контейнеры стоят. Контейнеры тоже вывозить надо. Спасибо вам большое за ваш вопрос. Вот если возникают какие-то такие недоразумения по поводу обслуживания домами, куда все-таки жителям идти? Я понимаю, что сейчас мы не сможем ответить точно на этот вопрос. В первую очередь собственники всегда должны обращаться в управляющую компанию. Если что-то им непонятно, значит, дальше получают ответы с управляющей компанией. Не удовлетворены этим ответом, они могут обратиться в департамент городского хозяйства. Но с такими вопросами, Нина Андреевна, вы тоже работаете? Если вот приходят какие-то, видите, просто неясности. Работаем. Здесь еще по поводу мусоропровода. Да, проектом дома предусмотрен мусоропровод. Но здесь еще, как в нашем доме, там должна еще быть система очистки. Вот мусоропровода омывать, там вода должна подводиться. Но, как обычно, в таких домах, вот я вообще конкретно не буду, эта система перемораживается и просто не работает. Мое такое мнение, и мы тоже будем выносить это уже на собрание, по поводу мусоропроводов. Скорее всего, если будет принято решение, мы просто будем закрывать. Сейчас у нас есть контейнеры, то есть нормальные, с крышками, то есть закрываются. И, выходя на работу, захватить свой пакет мусора. А это получается у нас мусоропровод, это разводение крыс, мышей, тараканов. Какие-то замерки, сатарки. Нет, ну просто, эта система зимой, надо омывать там тоже. Ну здесь, да, вопрос был. И самое интересное, понимаете, пользование. Если мы в своем доме замечали после Нового года, то елки выбрасывали. Ну это, вы знаете, от культуры собственного помещения зависит. Значит, надо работать с такими людьми. Любой проходящий даже в подъезде может откинуть окурок, что вызовет. Сколько у нас неоднократно, даже если в Комсомольском интернете тоже были случаи. А вот если брать по опыту, то такие проблемы в домах, где созданы товарищества, где жители сами платят за свои какие-то... За свое содержание. Да, и за свои поступки. Вот меньше таких происшествий, как на вашем опыте, вот в вашем доме было, чем когда обслуживали вас люди со стороны. Нет, тут контент, да, но, понимаете, здесь еще есть такой слой, как бы, те, которые, мы говорили, снимают квартиры, нет, квартиры, им все равно, да, где... Но они не являются. Не являются, им все равно, где там бросить что-то. Есть еще так, просто дети, ну, с детьми мы работаем. Так называемые вольные художники, которые, бывает, свое художество на стенах подъезда оставляют. Ну, да, у нас сейчас прошел ремонт в входной группах. Приятно смотреть, но вот каждый с опасением ждет, пока где-то что-то не появится, да. Сейчас тоже вопрос подняли о видеонаблюдении уже в подъезде. У нас там 16 видеокамер по периметру стоит дома. Еще вот именно в подъездах являю в таг, да, чтобы... Ну, это действительно... Это будущее, да, а в дальнейшем уже и консьержа хотим посадить. Но это уже от собственников зависит будет, как дальше. Найдете или найдете понимание дополнительных расходов. Да, и средствах, правильно. Мы прервемся на небольшую рекламную паузу. Не переключайтесь, мы продолжим разговор о формах управления многоквартирными давами и расскажем, какие документы нужно собрать для создания товарищей собственников жилья и с какими проблемами, как правило, сталкиваются жители. Реклама на радио. Раз. Реклама на телевидении. Два. Реклама в газетах и журналах. Три. Дизайн и полиграфия. Четыре. Наружная реклама. Пять. Рекламно-информационное агентство «Пять звезд». Фэшн-коллекшн. В модных заведениях твоего города. Вы смотрите программу «Диалог». Телефон нашей студии 221212. Мы продолжаем беседу. Нина Андреевна, сколько сегодня товарищей собственников жилья создано в Сургуте и работы таких вот действующих? Ну, в целом, наверное, по городу около 20, которые более действующие работают. Вы как-то с ними связь поддерживаете, курируете, может быть, их работу? Или же это люди инициативные и самостоятельные? Это люди самостоятельные. Есть у нас члены общественного совета, у них ТСЖ. Есть у нас просто активные жители города Сургута. Но общаемся. Контакт у нас есть. До перерыва мы посмотрели сюжет о проблеме и говорили в основном о проблемах. Но есть все-таки у нас в городе положительные примеры. И вот я предлагаю вашему вниманию материал о работе одного из товарищей собственников жилья. Жители дома по улице Майская, 6, дробь 2 уже давно решили, кто будет наводить порядок во дворе и в доме. В 97-м году варианты отпали сами собой. Инициативная группа вышла с предложением создать товарищи с пособственников жилья. Хлопотно, зато отвечать за ошибки других не придет. Да и квартир в доме не так много, 64. Теперь на плечах ТСЖ Майская, контроль за качеством коммунальных услуг, прозрачная система оплаты по счетам, своевременный ремонт подъездов. В свою очередь от жителей дома требуется только одно – вовремя заплатить за ЖКХ. Мы вот этот вопрос сразу взяли как бы под жесткий контроль. У нас сразу были установлены впервые, наверное, в городе счетчики. Значит, на тепло, на воду были установлены счетчики. И уже в то время оплата происходила по факту потребления коммунальных услуг. Это очень важно, потому что тарифы, которые устанавливают и сейчас, они как бы, ну, многие говорят, неизвестно откуда берутся. Ежемесячно руководство ТСЖ специальным прибором снимает показания по потреблению жителями дома воды и тепла. Таким образом становится понятно – экономия налицо. Мы экономим в деньгах, если брать кубатуру площадь нашего дома и нормы на каждый квадратный метр, то ежегодно у нас получается по приборам где-то 500-700 тысяч мы экономим. В майском уверены – проблемы решаются по мере поступления. А вопросы у жителей дома возникают разные. Сколько платить за уборку территории, а сколько за ремонт в подъезде? Члены товарищества определяют на общем собрании. Это значит, что можно сэкономить на рабочей силе или стройматериалах. Если приходят по части оплаты сюда, то есть у них есть какие-то вопросы там по поводу заявок, там, утепления, там, стыков и так далее, я подаю заявку председателю, а председатель уже непосредственно в направлении собрания, как говорится, решает этот вопрос. Ну, то есть по поводу этих заявок. Работа и ТСЖ довольны и сами жители. По первому зову, если что-то не устраивает, позвонили всегда, он моментально приходит, несмотря на то, что, допустим, в 6-7, допустим, вечера в 8, даже вот взять у нас с того подъезда, с первого подъезда, у нас одна живет пенсионерка. Она в 5 утра мне прорвала, говорит, да. Я ему звоню, он, он, пришел, сразу же пришел. Работа в ТСЖ «Майской» кипит. В подвале заменили теплоизоляцию, в подъезде обычные лампочки на светодиодные прожекторы. На данный момент дом утепляют. ТСЖ «Майская» всегда показывала положительный пример грамотного использования коммунальных ресурсов. В доме использовано много технологий, направленных на энергоресурсосбережение. Положительный опыт «Майского» лег в основу эффективной работы многих товариществ нашего города. ТСЖ «Майская» за счет чего можно уменьшить тарифы именно на содержание, на обслуживание дома. Как экономить на расходах? Да, за счет чего будет разница. Ведь эти же услуги мы получаем от управляющей компании. Спасибо вам большое за ваш вопрос. Безусловно, прежде чем приступить к созданию ТСЖ, мы проработали очень многие вопросы. Мы обсудили с советом дома, как мы собираемся организовать нашу работу, на чем заострить внимание. Дело в том, что на 2014 год, согласно проекта СМЕТа ТСЖ, мы будем применять те же самые тарифы, которые были установлены в управляющей компании на 2013 год. Точнее, не управляющей компанией, а нашим советом дома, которые были утверждены на общем собрании собственников дома. Эти тарифы уже на сегодняшний день на 30% ниже общегородских. Пока на 2014 год мы собираемся оставить эти тарифы, посмотреть практику работы ТСЖ, посмотреть, с какими проблемами реально мы столкнемся. И я хочу обратить внимание на что. На сегодняшний день, пока дом управляется управляющей компанией, мы считаем, что многие услуги чисто фактически просто не выполняются. Когда будет создана ТСЖ, мы сами будем контролировать, чтобы все услуги, по нашему дому это ориентировочно 18 элементов, будут выполняться в полном объеме. Ведь сегодня, согласитесь, люди видят, что только уборку подъездов, вывоз снега, уборку придомовой территории, вывоз мусора ТБО. Все остальные элементы скрыты от людей, как эксплуатируется инженерная система, как обслуживаются чердаки, как обслуживаются подвалы. Может быть, да не будет сразу экономия, но это, по крайней мере, будет реальная работа. Да, но это будет более качественная работа на сегодняшний день, это будет более качественная работа, потому что мы будем следить за ней и выполнять ее, как положено. А уже на второй стадии, когда у нас будет наработан определенный опыт, мы сделаем выводы, где еще можно оптимизировать затраты. И еще один момент. Мы собираемся при создании ТСЖ навести порядок с общедомовыми расходами. То есть вот на сегодняшний день, как правильно показали в сюжете, иногда общедомовые расходы составляют чуть ли не 50, то есть 100% от личного потребления. Мы собираемся выяснить, почему такие огромные общедомовые расходы. При создании ТСЖ мы собираемся регулярно проверять данные счетчиков по каждой квартире и выявлять тех недобросовестных товарищей, соседей, которые просто не передают данные счетчиков. И получается добросовестные платят за себя и за того парня. То есть вот еще вот этот вот огромный кусок работы, который позволит, в общем, уменьшить платежи добропорядочных, добросовестных плательщиков, наших собственников помещений. Спасибо. У нас есть еще один звоночек. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня вот такой вопрос к Виталию Горобцу, скорее всего. Как Вы относитесь к тому, что в Госдуме на вечериней сессии хотят рассмотреть вопрос об авансовых платежах за коммунальные услуги? И для тех, кто будет платить вперед, будут предусмотрены скидки на тарифы? Спасибо большое. Я хорошо. Виталий Григорьевич. Мы в кулуарах этот вопрос немножко поднимали. Действительно, здесь надо сам механизм, как это будет выглядеть. То есть человек должен будет оплатить определенную сумму, исходя из чего? Из прошлогоднего потребления за этот период? Или это будет какой-то взять норматив? Средняя сумма оплаты за месяц какая-то? Здесь надо, понимаете, главное, чтобы не запутать простого обывателя в этих цифрах. И самим не запутать. Да, и самим. Потому что здесь бабушки и дедушки, которые и так платят, а не вовремя. Но здесь будет еще что-нибудь нас содержать, то есть кредитовать. Здесь будет для них сложно. Но по идее тема-то хорошая. А не хватает вот этих вот платежей авансовых, когда товариществу нужно, допустим, что-то закупить, какие-то работы выполнить, а на сегодняшний день уже средства израсходованы? Я вас понял. А расходы срочные? Смотрите, когда мы разговариваем уже как член управления с тем подрядной организацией, они идут на предоставление строчек платежа. Мы этим пользуемся. Почему нет? А те заинтересованные знают, что они все равно деньги эти получат и идут уже на встречу. То есть здесь надо просто договариваться. Не надо все оплатить в водочасе кому-то и собирать. Естественно, на собрание-то вносишь. Да, данный подрядчик готов оплатить асфальтирование на протяжении 6 месяцев. Это будет стоить с квадратного метра примерно столько-то. Глассуем, глассуем, все. А вот я бы хотела, чтобы вы озвучили нашим телезрителям какие-то механизмы по созданию товарищей-собственников жилья. То есть те, может быть, пути, которые вы уже сами прошли. Какие документы, с чего вообще нужно начинать тем, кто только вот вступает на эту тропу? Ну можно, да, я скажу. А мы отвечали на вопрос зрителей, так я не понял. Вы знаете, вот просто учитывая конкретно наш двухлетний опыт работы с Советом многоквартирного дома, я просто посоветовала бы людям в первую очередь сначала попробовать навести диалог с собственной управляющей компанией. Возможно, компания пойдет вам навстречу, у вас не будет необходимости создавать ТСЖ, потому что это дело хлопотное. Нужно продумать все решения, прежде чем приступать к этому вопросу. Не стоит, да, на самом деле воспринимать управляющую компанию свою абсолютную зло? Да, сразу в штыки не надо воспринимать. Безусловно, инициативные группы по дому должны быть созданы. Совет многоквартирного дома, это на первой стадии позволяет приступить к диалогу с управляющей компанией. Потому что Совет многоквартирного дома, люди, которые проживают в этом доме, они знают проблемы дома, они могут обратить управляющую компанию как бы внимание конкретно на проблемы этого дома. Но дальше, если уже диалога не сложилась, вот как, например, у нас в течение двух лет были вопросы, которые не были решены, очень продуманно подходить к созданию ТСЖ. Потому что нельзя сказать, что сама по себе форма идеальная управление многоквартирным домом. Нужны профессиональные знания, чтобы руководить таким хозяйством, скажем так, и наладить работу как положено. Но если уже вы решили приступать к созданию ТСЖ, безусловно, нужно посоветоваться с юристом, изучить нормативные документы, которых очень много. Прежде всего, конечно, жилищный кодекс Российской Федерации, в который постоянно тоже носятся какие-либо изменения. И провести общее собрание собственников дома по созданию ТСЖ в точном соответствии с жилищным кодексом. Чтобы ваше создание ТСЖ нельзя было оспорить в суде, чтобы не были допущены какие-либо ошибки организационного характера. Как мой коллега высказался, что именно к моменту процедуры, управляющей компанией были претензии, чтобы у них не было оснований оспорить данное решение в суде. Если вся процедура совершена как положено в соответствии с жилищным кодексом, кстати, у нас на сайте дома, в принципе, все люди могут посмотреть, какие документы мы принимали, в какой форме, образцы документов, пожалуйста, это все в открытом доступе. Много ли этих документов нужно собрать? Документов много нужно собрать, да. То есть, как я сказала, прежде всего нужно изучить нормативные документы, грамотно провести общее собрание собственников дома, правильно оформить бланки голосования решения собственника. Организационные моменты, соблюсти сроки, оформить протоколы, и чтобы вся документация была оформлена в жестком соответствии с юридическими требованиями. Мы, в принципе, стараемся сделать по нашему дому именно так. Именно так. Нина Андреевна, а много ли информации, как Вы считаете, у населения сегодня о возможностях управления многоквартирными домами и о том, какие плюсы есть у управления с помощью компаний управляющих, у товарищей, собственников жилья? Вы знаете, наверное, формы управления хороши и те, и те, если есть добросовестные управляющие этих компаний. Они подойдут и те, и другие. Ну а обращаются люди к нам. То есть, благодаря, наверное, уже третий год подряд у нас в городе проходит обучение активистов города, старших советов многоквартирных домов, старших по дому. Проходит оно в департаменте городского хозяйства. В последний раз оно проходило в КМЦ на проезд советов. Поэтому люди приходят, заинтересованные люди приходят на эти обучения. Помимо этого, мы проводим еще и школу обучения. Это уже непосредственно приближенные к их территории, а это в ТОСах. Какие-то курсы в ближайшее время у Вас планируются? В этот раз у нас проходит эта школа обучения в 23-м ТОСе. Но 27 ноября у нас мы пришли к единому мнению, что нам необходимо провести встречу активных жителей города Сургута, которые занимаются как раз проблемами жилищно-коммунального хозяйства. Поэтому 27 ноября в 15.00 начало в здании МКУ «Наш город» Декабристов-5. То есть это будет площадка для обмена опытом? Да. Она необходима просто нам. Спасибо. А у нас есть еще один вопросик. Добрый вечер. Добрый вечер. Задавайте, пожалуйста, Ваш вопрос. Уже можно говорить, да? Да. Значит, у меня такой вопрос. В связи с созданием ТСЖ появились недоброжелатели или, не знаю, нежелающие создавать эту компанию. И появилась такая информация о том, что какие-то существуют тарифы на содержание или заработной планы на содержание управляющего компании ТСЖ, заместителей. То есть вопрос заработной платы. Да. Его не мешало бы осветить, чтобы это было не просто из какой-то листовки, а конкретно из конкретных источников. Спасибо большое. Это, наверное, касается вопрос конкретно нашего дома, потому что, как только мы начали собрание собственников дома, тут же в доме появились анонимки, которые говорили, что заработная плата управляющих будет очень высокая. И с учетом, значит, страховых взносов вы будете платить миллион, значит, на зарплату председателя правления. Устраивает ли вас это? И что опорочили всех кандидатов в правление, что люди хотят только нажиться на создание дома. Мы сейчас подготовили листовки, хотя, конечно, это неприятная ситуация, приходится как-то оправдываться непонятно в чем. На сайте дома размещены все официальные документы, все проекты сметы доходов, сметы расходов ТСЖ. Там же размещен файл проект штатного расписания, проект штатного замещения, сколько конкретно будут получать работники товарищества собственников жилья. Что касается, например, заработной платы председателя правления ТСЖ, то заработная плата предусмотрена в размере 27 тысяч рублей в месяц. Учитывая то, что дом огромный... Надо понимать, что человек будет постоянно этим заниматься, и уже другой работы не будет. Нет, эта должность предусмотрена по совместительству, но на этого человека налагается полностью вся ответственность за состояние дома, за заключение договоров, за финансовые обороты, за предоставление отчетности полной перед собственниками дома. Это большая организационная работа руководителя крупного предприятия. Наш дом 31 тысяча квадратных метров. В среднем это приблизительно 5-6 типовых пятиэтажек. Вот сами представьте, какое огромное инженерное хозяйство. И кроме того, появилась эта анонимка, но мне стало даже смешно. На сегодняшний день наш дом управляется управляющей компанией. Там есть определенный штат сотрудников, который, кстати, намного больше, чем предусматриваемый по проекту. Эти люди точно так же получают заработную плату, как положено в Российской Федерации. С этой заработной платой точно так же оплачиваются страховые взносы. Мы предлагаем создать, во-первых, гораздо меньший штат сотрудников, которые будут получать заработную плату и обслуживать дом. Но это же нормально. Люди же не могут работать бесплатно. Да, мы будем работать в соответствии со всеми нормами Российской Федерации. Вся арифметика есть на сайте дома. Пожалуйста, зайдите, посмотрите. Тем более по голосу. Вот я слышала мужчина молодой, ну, простительно, еще людям пожилого возраста, которые не на «ты» с компьютером. А молодые люди вполне могут зайти и посмотреть. Вся информация абсолютно открытая, любой может с нею познакомиться. Виталий Григорьевич, а у вас подобные проблемы возникали, когда создавалось товарищество, что кому-то будут платить зарплату, а эти деньги могли бы уходить на нужды дома? Как решали такие вопросы? Когда первый раз председатель, то вообще изначально. Я был председателем, я вообще был на общих началах. Моя была задача чисто уйти от управляющей компании. И на общих началах я вообще ничего не получал. Ну, в дальнейшем, когда уже я не мог совмещать и быть депутатом, и в основной работе, и еще это. В общем, большая работа. Да, большая, да. Мы уже приняли всех, кто будет, там уже чуть ли не аукционно, сколько денег платить, чтобы кто-то согласился быть председателем. Работу сложного. Потому что даже пример нашего сюжета, когда жители говорят, что фактически в любое время на связи. Естественно. Я помню свой первый Новый год, там 31-й, когда я зашел в подвал, при мне произошел порыв, это, знаете, как сечение обстоятельств. Я не знал, что делать, хотя это пришлось, я знаю, как систему, я пришел дома полностью остановить. Но это зима, мне приходило сразу звонить в ту обслуживающую организацию, которая была нанята. Действительно, это ответственность большая. Это работа, это констовары, это транспорт, понимаете, это мотивация должна быть. И это принимают собственники. Будут, грубо говоря, 100 тысяч, если они смогут позволить, или там 10 тысяч, это уже решают собственники. Но этот человек должен отвечать. А какой бы Вы совет хотели дать тем, кто только собирается организовать товарищество, собственников жилья, и вот не находит диалога какого-то с управляющей компанией, как уже сказали? Можно я скажу? Вы знаете, я хотела бы, прежде всего, людям посоветовать грамотно рассчитать свои силы и оценить свои возможности. Смогут ли они справиться с такой большой и организационной, и каждодневной работой? Потянут ли они в профессиональном плане, в финансовом плане? То есть, есть ли у них достаточная квалификация, достаточные специалисты? Смогут ли они каждый день решать текущие вопросы по дому, которых очень много? То есть, провести собрание дома и выбрать товарищество, собственников жилья, допустим, это вопрос одного месяца. А дальше-то что? Дальше Вы потянете эту работу, у те, что управляющие компании, допустим, смогли. Но нужно же и дальше тянуть эту работу. Да, нужно правильно рассчитать свои силы. Сможете ли Вы это выполнить? Но я хочу сказать, что, на мой взгляд, товарищество, собственников жилья, даже если так называемое ленивое товарищество создано, которое тут же все функции передает управляющая компания, в любом случае, мне кажется, это более эффективный вариант. Почему? Потому что, если тут же нанята управляющая компания, которая будет заниматься всеми делами, председатель правления и члены правления каждый месяц подписывают акт выполненных работ. Если их что-то не устраивает, если какие-то услуги выполнены некачественно, они в данном случае смогут выставить претензию и уже обговаривать вопрос, насколько полноценно они будут оплачивать услуги управляющей компании. То есть, либо делать перерасчет, либо выполнять услуги. То есть, когда просто управляющая компания, форма управляющей компании, претензии предъявить можно, но это очень сложно. А когда создано товарищество собственников жилья и нанята управляющая компания, например, вот такой вариант, то хотя бы на стадии подписания акта выполненных работ ежемесячных уже можно регулировать какие-то моменты. Это более действенный механизм. С вами, кстати, согласны наши телезрители. По результатам опроса мы задавали вопрос, какая форма управления домом эффективнее. 61% позвонивших проголосовали именно за товарищество собственников жилья. Вот ожидаемый, на ваш взгляд, Иванина Андреевна, такой вариант ответа управляющей компании, на втором месте только 34% позвонивших. Вы знаете, наверное, да, ожидаемое. Потому что люди ходят на обучение, и каждый рассчитывает. И если раньше говорили, что безграмотные наши собственники жилых помещений, в данный момент все получается наоборот. Они стали очень грамотными, и каждый считает свои доходы по дому и расходы, куда уйдут, и в первую очередь, где сделать что-то. А где-то во вторую очередь что-то сделать по дому. Поэтому вполне ожидаемое. Виталий Григорьевич, ну от вас бы тоже хотелось несколько слов услышать. Вот как представитель дома, который уже прошел все круги ада, так сказать, чего ждать жителям уже от вот такой организованной формы управления? Ну и у нас планов много. И сейчас уже, как говорили мои коллеги, законодательство меняет и вносит свои коррективы. И у нас будет новое обсуждение и по капитальным ремонту и так далее и так прочее. У нас планы сейчас такие, что на одном из собраний мы будем решать о непосредственном заключении жителей договоров с ресурсно-станавливающими компаниями. Прямого, да? Прямых договоров, да? Это очень интересно. Это очень интересно. Просто вот сейчас механизм до конца проработаем, как это будет, скорее всего, на базе РКЦ. Когда житель приходит и заключает договор с ГТС, с водоканалом, с энергосбытом. Чтобы была еще более прозрачная система платежей. То есть уже непосредственно собственник будет знать, что его деньги пошли за тепло, за электроэнергию. Которую он потребил. А чисто ГТС будет заниматься содержанием общего домового имущества и ремонтом. Решится проблема платежа перед этим. Вот этот вопрос... Идет вопрос, когда люди всегда задают, куда исчезли деньги? Мы вам оплатили, а почему-то ресурсоснабжающие организации не получили. Где деньги? Ну и все-таки, насколько я понимаю, что подведем такой, так называемый, итог. Вступать в открытое противостояние с управляющей компанией можно только в одном случае, когда нас не слышат. Нет диалога, да. Во всем остальном работать можно. И практика показывает, и есть примеры хорошей работы. Я благодарю вас за беседу. Вы смотрели программу «Диалог». Сегодня мы говорили о формах управления многоквартирными домами. Если у вас остались свои вопросы, звоните к нам в редакцию. Мы обязательно передадим их сегодняшним участникам нашей программы. А я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго. До свидания. Еще больше интересного, любопытного, важного. И еще больше вашего доверия. Вашего доверия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова